Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру, спаси дерево» продолжается. Сегодня автомобиль организаторов акции добрался до Кировской Апатитов. Обратно машина уехала с ценным грузом. Нашим землякам удалось собрать более трех тонн макулатуры. Хватит ли этого, чтобы муниципалитеты смогли побороться за ценные призы, среди которых зеленая аллея, уличный спортивный комплекс и даже эко-кинофестиваль. Первый в списке – Кировск. В маршрутном листе водителя Александра – четыре точки. Фургон побывал в гор-электросети, в детском саду на Кирово-40 и у местной жительницы на улице Олимпийской. Теперь въезжает на территорию дошкольного учреждения на Солнечной. Здесь все готово для загрузки. Офисная бумага, тетради, газеты, старые раскраски и книги, не представляющие литературной ценности. Аналогичный набор приготовила апатитская администрация. Люди к нам приходили, приносили макулатуру, сдавали. Также сегодня приходили, приносили у нас. Журналы, книги, газеты. Кто-то коробки приносил еще. Далее – Аметист. Сотрудники гостиницы в подобной акции участвуют впервые. За годы накопили более 300 килограммов макулатуры. И теперь тяжелые коробки и пачки бумаг кочуют в грузовой отсек. Заполненный автомобиль снова переезжает. Последний адрес – Зиновьева, 13А. Это апатитский комплексный центр соцобслуживания. Сколько макулатуры удалось собрать его сотрудникам? У нас больше 300 килограмм, потому что к нам присоединились очень многие жители и организации. Привозили даже прицепами и привозили даже с города Мурманска. Макулатура заполнила пристройку и часть веранды на детской площадке. Чтобы всю ее перенести в фургон, требуется не одна пара рук. Итог масштабного сбора – 2 тонны 100 килограммов. Центр социального обслуживания в лидерах. Но могут ли наши города рассчитывать на ценные призы? Для этого по условиям акции общий результат Заполярье должен превысить 100 тонн. На данный момент заявок всего подано на 34 тонны. До 100 тонн еще очень далеко. Заявки приходят ежедневно. Но вот как бы хотелось обратиться, поучаствовать в акции. И не для галочки, а вот действительно поставить себе цель. Потому что мы говорим, что мы забираем с адреса 300 килограмм минимум. Но это та цифра, которую вам нужно держать и заловить, что не меньше. Но на самом деле стремиться к большему, если мы хотим дойти до призов. Итог всероссийского эко-марафона подведут в конце сентября. Шанс у Мурманской области дойти до заветной цифры еще есть. В любом случае, вне зависимости от конечного результата, наши земляки участвуют в важном деле – сохранении ресурсов планеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова